Радио Болтком Добрый день, уважаемые слушатели Действительно, сегодня среда И в привычное для вас время Выходит программа Культурная среда с Еленой Приваловой Замечательной Артейской исполнительницей органной музыки Которая, несмотря на то, что вот сейчас Находится вне Риги, тем не менее Чудеса возможности наших технологий Связать Ригу, Оренбург, Москву И мы с большим удовольствием Начинаем программу Надеемся, что она восполнит Какое-то вот отсутствие концертов Классической музыки в Латвии Тем более, что гостью станет Этой программа Солистка Московского театра Новая опера Метцесопрано Полина Шамаева Добрый день всем участникам Здравствуйте 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 Олег, здравствуйте Дорогие радиослушатели Невероятно приятно проводить Встречаться вот так Даже онлайн И такая ниточка с Ригой Невероятно соскучилась Я уже поставшую мне родным городом И жду, когда же возобновятся концерты И вновь можно будет играть И проводить онлайн Не онлайн, а вживую нашу передачу И встречать гостей уже у нас в студии А сегодня у нас действительно в гостях Прекрасная исполнительница Настоящая оперная дива Звезда Метцесопрано Полина Шамаева И вот она как раз с нами будет делиться Событиями из культурной жизни А поделиться есть чем Полина совсем недавно Участвовала В прекрасной постановке оперы Кармен Безе И вчера у нее был Сольный концерт в Заряде С барочной программой Полина, расскажите Как совмещаете и барочный репертуар И вот такой страстный Кармен Совершенно разные образы Здравствуйте, дорогие радиослушатели Здравствуйте, Елена И я очень рада, что вы меня пригласили в эфир И поделиться с вами нашей культурной жизнью Москвы Как я все это совмещаю С огромной радостью, с удовольствием Что я могу работать в разных эпохах Можно так сказать И петь и барочную музыку И которая ближе к классике, как считается На самом деле Какой-то большой разницы нет Здесь лишь нужно соблюдать Тот стиль, в котором эта музыка написана Что у меня отлично получается Прекрасно Это же совершенно даже разные Исполнительские, вокальные техники Мне кажется, даже подача воздуха Может быть, другая Или все-таки это не так? Как вы считаете? В плане техники дыхания В плане пения абсолютно одинаковые вещи Но именно сам момент образования звука В барочной музыке должен быть более инструментальным Это все же не опера Вот разница только в этом Трудно перенастроиться Например, позавчера пели партию в опере А завтра петь барочную Барочную Барочной арии Ну, у меня практически так и было 16-го числа я пела партию Ольги в опере Евгения Онегина И вот вчера, 20-го, уже барочную музыку Но при этом каждый день я занимаюсь Репетирую Поэтому момент перестройки уже нивелировался Расскажите нашим слушателям Когда вы стали заниматься музыкой? Я, наверное, как и многие музыканты Была отдана в музыкальную школу Родителями в возрасте 6 лет С тех пор начался Наверное, на фортепиано Этот путь Именно на фортепиано И долгое время Больше 9 лет я занималась только на фортепиано И пела в хоре Вы коренная москвичка или приехали в Москву? Нет, я родилась в городе Майкоп Это Краснодарский край, Кавказ Который славится русскими красавицами Родители тоже музыканты? Так сложилось, что родители не имеют отношения к музыке Но все три дочери у них связаны с искусством Все три сестры, да? Прекрасно Когда вы поступили работать в театр «Новая опера»? Это был 2016 год После того, как я закончила Академию хорового искусства Которую закончила уже по второй специальности вокальной А какая первая? Первая специальность — это дирижер хора Так часто бывает Когда становится тесно в одной профессии И приобретает вторую Так музыковеды часто становятся органистами Как в моем случае А дирижеры-хоровики Очень часто становятся сольными певцами А насколько помогает одна профессия другой? Мне кажется, то мое первое образование Которое было получено еще и в музыкальном училище В городе Воронеже И в ВУЗ первая специальность — дирижер хора Оно мне помогает как раз-таки в исполнении барочной музыки И современной музыки И в очень быстрой выучке любого сложного материала Потому что как дирижер ты видишь целиком весь нотный материал И то, что играет оркестр И смотришь зрительно И видишь, что исполняют твои партнеры Ну то есть ты видишь всю партитуру Всю музыкальную ткань, как видит ее дирижер Поэтому, конечно, это огромная помощь Огромный плюс в моей профессии Умешь читать не одну строчку, да, как вокалисты обычно То есть только свою там Или, к счастью, в партию фортепиано А это, получается, все голоса хора Это четыре или пять голосов И плюс ко всему еще может быть и оркестр Или хотя бы фортепиано Даже интересный факт Вчера был концерт И одно из произведений у меня было написано в ключах Это, конечно, не для посвященной публики сложно понять Ну то есть написаны одни ноты, а ты должен петь другие И так получилось, что я не успела сделать транспорт для себя Переписать это все И пела на концерте уже автоматически Транспонируя в нужную тональность Это тоже такая закалка для мозга тренировка Ну действительно очень сложная Это как одновременно читать на разных языках фактически Потому что чтение ключей То есть все знают, конечно, скрипичный и басовый ключ Но есть еще теноровый, альтовый И в барочной музыке как раз они наиболее часто употреблялись Не так часто, как скрипичный и басовый А именно чаще теноровый и бретонный Действительно большое умение читать в ключах Этим обладают дирижеры И часто музыковеды, теоретики Приходилось ли вам само дирижировать? Или вы по окончании поняли, что все-таки вам хочется Развиваться именно в вокальном искусстве? Вы меня слышите, Полина? Да Приходилось ли дирижировать? Дальше не услышала Приходилось дирижировать, конечно И это та профессия, о которой я всегда мечтала То есть это руководитель Руководитель коллективом Когда ты знаешь, как тебе точно нужно И ты все свои знания и умения прилагаешь для того Чтобы других людей вовлечь в то, что тебе интересно И в то, без чего ты не можешь жить И даже в свое время я заняла одно из призовых мест На конкурсе дирижеров И меня пригласили в один известный коллектив Работать хормистером Но так как я совмещала два отделения И еще парочку работ Я вежливо отказалась Потому что это было очень сложно А к концу пятого курса, когда я выпускалась Я поняла, что, конечно, я очень люблю руководить Я очень люблю работать с хором Жить без этого не могу Но все равно профессия дирижера Накладывает огромный отпечаток на женщину Почему мы чаще всего видим мужчин за дирижерским пультом? Все-таки эта профессия такая Ну, можно сказать, жесткая, если мягко сказать Изматывающая Требующая много времени Ты тоже становишься частично по поведению Ну, можно так сказать, с таким мужчиной А мне, конечно, хотелось при всем преобразовании При всей жизни оставаться женщиной И видеть себя в семье, в кругу семьи И при этом реализовываться в профессии Поэтому начало так складываться Что я пела небольшие соло еще, начиная с обучения Соло во всеночном бдении Рахманинова «Благослови душу мою Господа» И так далее Какие-то небольшие такие соу с хором И, как я всегда говорю Это переросло уже в работу в театре новой оперы Поэтому раз так сложилось Я решила попробовать себя на этом поприще вокалиста А вернуться к дирижированию никогда не поздно Это верно Какая партия была вашей дебютом в новой опере? Партия Стефана из оперы Гуно Ромео Джульетта Мальчик А какая самая значимая для вас роль была или есть сейчас? В данный момент сбылась моя мечта И я исполнила партию Кармен Я долго к этому шла Потому что театр нового опера в этом году отмечает 30-летний юбилей Но только в этом году первый раз была поставлена опера Кармен И, конечно, для всех мецисопрано это огромный праздник Потому что это коронная партия для нас И, к сожалению, во всей музыкальной культуре Для мецисопрано именно в классической музыке Написано достаточно мало ведущих партий Да, в основном это второстепенные Но, с другой стороны, какие второстепенные? Та же Ольга прекрасна у Чайковского Они все прекрасны, но я имею в виду, что именно как ведущая партия заглавная То можно по пальцам пересчитать Поэтому вот на данный момент эта мечта сбылась Сейчас буду придумывать новую мечту, куда двигаться дальше Учите ли вы партии тех опер, которые еще не предстоит исполнять А просто потому что они вам очень нравятся? Нет, такой практики у меня нет Потому что мне нужен стимул Я должна знать конкретную дату Когда будет выход оперы Или какого-то непосредственного концерта Может быть, концертного исполнения Тогда я уже берусь за изучение нотного материала Что доставляет мне огромное удовольствие Самый процесс, когда ты только узнаешь, что тебе предлагают петь Изучаешь информацию об этом произведении Находишь все возможное о композиторе Когда он это написал, с чем это было связано Смотришь, насколько подходит тебе по голосу эта партия Распечатываешь ноты, покупаешь где-то клавиры И уже садишься размечать свою партию Начинаешь потихонечку впевать Вот я очень люблю этот процесс Даже, может быть, не сам выход на сцену А именно вот этот момент подготовки Потому что прежде чем мы выходим к публике Чтобы подготовить партию Любую партию, ну, допустим, ту же партию Кармен На это уходит не один месяц, чтобы это впеть А сколько примерно? Если это никогда не было исполнено И, конечно, каждый раз мы совершенствуем свой навык С каждым следующим спектаклем приходит больше расслабление Больше понимания впивания материала Если можно так выразиться, если это понятно Мне вот хотелось бы узнать Сколько времени у вас уходит на то, чтобы вот так подготовить партию? Вот, например, возьмём Кармен Ну, партию Кармен я готовила около года Ежедневные занятия или всё-таки это вот какими-то периодами? Почему больше года? Потому что у нас была премьера назначена на декабрь Ну, в связи с событиями, вот этими всеми пандемическими Оно отодвигалось, так-то мы уже были готовы, конечно, и к декабрю А узнали мы об этом в марте Ну, можно сказать, полгода, но всё равно всегда мало И это каждодневное минимум занятие час с пианистом И желательно между этими уроками заниматься самой Чтобы все те замечания, которые тебе сказали, пожелания Уже на следующий урок исправить не было стыдно перед коллегами Насколько трудно совмещать просто вокальное искусство Как раньше просто певец встал посередине, спел свою арию А сейчас певцы — это актёры И вот когда вы разучиваете произведение, вы сразу двигаетесь Пытаетесь, чтобы это было в движении Или всё же потом такая непосредственная игра на сцене? Тут такое двоякое мнение Можно сказать, что если ты просто встал и поёшь У тебя могут образоваться некоторые зажимы А движение нам очень помогает расслабиться И часто даже во время занятий педагоги со студентами Когда ты поёшь, просто как-то двигаться руками, шевелить плечами Может быть, наклоняться, чтобы освободить голосовой аппарат И вообще весь дыхательный аппарат Но обычно мы впеваем партию И когда уже она готова Тогда только начинаются мезосценические репетиции Непосредственно с режиссёром Когда режиссёр говорит Вот вы сюда, сюда Ваш персонаж испытывает это и то И здесь вы взаимодействуете с партнёром и так Это потому что нельзя делать вместе Потому что должен быть выученный материал наизусть И впетый, потому что режиссёр не может работать с певцом Если певец уткнулся в ноты То есть ты должен быть полностью готов Быть в материале И тогда уже из тебя, как из пластилина, можно лепить что угодно Рекомендации режиссёра То есть он говорит, встань здесь, ляг здесь Это прописывается вам потом в клавире? Или это вы должны запомнить? Это зависит от того, как человек воспринимает материал Кто-то запоминает всё, что говорят Хотя я, честно говоря, не очень понимаю Как можно запомнить всё Если ты участвуешь периодически в 20 разных операх С какой-то периодичностью выходишь на сцену Я прописывала каждое движение в клавире Потому что когда есть некоторые паузы в работе Несколько дней без режиссёра Или он может уехать, допустим, на месяц После какой-то предварительной работы То дома ты открываешь и вспоминаешь Что здесь надо на эту фразу Ты должен сделать одно движение С этой фразой ты должен взаимодействовать с партнёром По смыслу, по тексту То есть клавир у нас исписан вдоль и поперёк Всеми рекомендациями Бывает ли, что на сцене забыли И приходится импровизировать? Ну, в принципе, импровизация Вы имеете в виду именно... А вот и всё То есть всё То есть бывают всякие случаи То есть вы все люди Конечно, бывает И это, наверное, такой страшный сон Как нам в музыкальной школе всегда снилось Что мы сдаём экзамен по фортепиано И не можем доиграть И этот страшный сон, мне кажется, присутствует у всех Кто так или иначе связан с фортепиано Или с любым инструментом То же самое и здесь Потому что наш инструмент, он внутри нас Голос и наша память Она всегда с нами Она иногда может нас подвести Конечно, в плане режиссура это не так страшно Потому что всегда можно симпровизировать И всегда партнёр поможет и выручит А в плане текста Здесь уже только мастерство, сочинительство может помочь Какие-то слова сочинять Ну, на иностранном проще Потому что ты не настолько знаешь текст Я имею в виду каждое слово Ты можешь какой-то текст проговорить быстро Допустим, в итальянском опере И, возможно, не все зрители поймут, что что-то было А в русском В русской музыке Скорее, это единицы, кто поймут Сложнее их хоризировать Хотя у меня был такой однажды Очень казусный случай С сольным концертом с Камерным Была бессонная ночь, перелёт И, видимо, голова соображала хуже, чем обычно И два деления русских романсов Конечно, я сочиняла в нескольких романсах слова И потом думала, очень хорошо получилось То есть я помнила прекрасно смысл О чём и на ходу подбирала другой текст соответствующий Почему не спеть было тот, который написан, я не знаю Ну, вот так вот, бессонная ночь Так что бывают такие казусы? Да, бессонная ночь сразу вспоминается Как почему-то Медельсон, бессонная ночь Действительно, у больших артистов много перелётов Как вы восстанавливаетесь? То есть часто ли вам приходится прилетать в день концерта Или всё-таки стараетесь прилететь накануне? Конечно, стараюсь прилетать всегда заранее Если это возможно И сейчас в условиях пандемии, конечно, вообще сложно рассуждать По поводу перелётов их просто практически нет Хотя вот в следующем месяце у меня планируются гастроли по России И как раз есть такая накладка Когда надо лететь в ночь Вот мы пока в процессе обсуждения Потому что я как человек ответственный Да и любой вокалист, выходя на сцену Несёт огромную ответственность перед зрителями Я должна быть уверена, что с голосом всё будет в порядке А чтобы с голосом всё было в порядке Нужно соблюдать голосовой режим То есть высыпаться Потому что мы как спортсмены Самое главное у нас Выспаться, чтобы наши две маленькие связочки Пришли в норму, отдохнули Может быть, есть какие-то секреты Когда не удалось выспаться, но нужно выходить на сцену Лично ваши Так, вы пропали Повторите ещё раз Я говорю, может быть, у вас есть какие-то секреты Когда нужно выходить на сцену Как раз после перелёта Но возможности выспаться не было Ну, какие секреты? Это даже не секреты Во-первых, есть витамины Которые можно принять И которые придадут тебе некоторую долю бодрости А во-вторых, конечно Перед любыми занятиями вокалом Элементарная зарядка Разогревка Потому что Чтобы кровь потекла по жилам Побыстрее Если можно так сказать И чтобы организм пришёл в тонус Потому что Ну, это так же, как пробежать стометровку Без разогрева для спортсмена То же самое для вокалиста Начать петь без распевки И без такой же разогревки Поэтому это всегда Какая-то зарядка Там, во-первых, плечевой поиск Который связан непосредственно с голосовым аппаратом Потом общая разогревка Ну, как мы делали зарядку все в школе В общем, тоже тем же самым Я занимаюсь Пригождается Конечно То есть какие-то Это, во-первых, пригождается Для общего тонуса И для поддержания фигуры в форме Приседания, отжимания В общем, какие-то такие минимальные упражнения Чтобы привести себя в тонус Тогда, конечно, петь гораздо легче Поэтому после бессонной ночи Конечно, так не стоит делать Но бывают крайние случаи Но восстановиться можно Ну, зарядка, наверное, помогает ещё и Быть гибкой на сцене Потому что сейчас режиссёрская опера Творит, ну, чудеса Можно сказать и в кавычках Но тем не менее То, что вытворяют певцы Иногда смотришь и думаешь Как они ещё одновременно поют На самом деле, да Бывают очень сложные моменты Есть большое количество режиссёров Которые учитывают Все сложности нашего аппарата И как нам Что нам неудобно петь, конечно, ногами Потому что некуда опирать Опирать звук Многие это не учитывают Те, кто драматические режиссёры Не связаны с оперой Но у меня пока не было Каких-то таких серьёзных проблем Хотя вот в опере «Кармен» Были некоторые сложности Но это всё было преодолимо Когда уже второй месяц Пытаешься петь в неудобном положении У тебя уже гораздо лучше получается Чем в начале Это всё только практика, опыт Но помимо того, что есть Эта вот режиссёрская опера Сейчас и очень своеобразные костюмы И иногда это действительно Роскошные костюмы Когда приятно смотреть А иногда возникает диссонанс Даже у слушателей А вот как у вас То есть вам приходится Одевать этот костюм Насколько трудно Принять этот образ И в нём ещё исполнять Слышно было, Полина? Одевать костюм, а дальше? Я говорю То есть помимо того, что есть Яркие, красивые костюмы Но и бывает такая сценография Когда и певцы ниглижи В ночных сорочках И насколько легко Или трудно Принять этот образ И в нём исполнять Да, я поняла вопрос Мне пока везло И все мои образы Были достаточно приличные Достаточно закрытые Не доходило пока До какого-то Прямо галения Каких-то частей тела Я имею в виду Тех, которые Не надо видеть В широкой публике Но ноги, руки Декольте И живот Мы не берём Я имею в виду Всё остальное Ну вот, например Завтра у меня спектакль Партия Маддалена В опере Регалета И там, конечно Такое прозрачное боди Сверху юбка Но всё остальное Здесь всё В обтяжечку Всё видно И часто, когда ты Наклоняешься Или какое-то положение Занимаешь на лестнице Во время спектакля Ты должен следить Не только за тем Как ты поёшь И за тем Чтобы у тебя Красивая фигура Смотрелась из зала Потому что образ Соответствующий Маддалена Врегалета Такая соблазнительница И здесь, конечно Тортик перед спектаклем На ночь не съешь Надо за этим следить И не только одну ночь А желательно пару месяцев То есть Ну, всегда такое Держишь себя В вежёвых рукавицах В плане фигуры Приходится Диеты соблюдать Приходится следить Ну, я смотрю Вы также занимаетесь Как раз вот Физической зарядкой И поэтому Удаётся Это туда же Да Всё прекрасно Выглядит Расскажите слушателям О вашем вчерашнем концерте В Зарядье Начало ещё раз Расскажите Расскажите нашим слушателям У меня ушло два месяца Каждодневных занятий По часу По полтора Плюс Я не беру во внимание Прослушивание музыки Подготовка Итальянского текста Переводы И всё остальное То есть Вот непосредственно Момент спевания Ну, я, конечно Большая В этом плане Зануда И очень ответственный Человек Для меня важно Чтобы каждая нота Была идеальная И я должна Даже если первый раз Поношу произведение Вынести его так Как будто это уже Лет через десять Каждодневного исполнения Происходит Поэтому вот два месяца Каждодневных тренировок И было у нас Достаточно много репетиций Для нашего времени Четыре репетиции Полноценных С оркестром Что я считаю Огромным счастьем И удачей Потому что мы нашли Общий язык С дирижером И с оркестром Мы приноровились К друг другу Хотя я не первый раз Поступаю с этим коллективом Мы уже давно Друг друга знаем И во втором отделении Исполнялись Сочинения Вивальди Кантата Очень известная Чесата У моей Чесата И из Глории Несколько номеров Было очень приятно Как принимала публика Вчера Очень тепло С первого номера Уже были крики Браво И такое теплое отношение Потому что сейчас Для музыкантов Настолько важна Важна вот эта Отдача Живая Потому что мы все Уже с этой По горло Онлайнами И всеми Этими записями И все вот это Такое вот Пластиковое Если можно Так выразиться Поэтому Когда живые Зрители В зале И вот этот Обмен энергии Это конечно Такое счастье Такая удача Что так сложилось Потому что этот концерт Переносился полтора года Менялись Композитор Который Который Настолько Удобно Петь И настолько Как будто Он для вас Писал Вот тут Интересный вопрос Насколько Удобно Петь Вы знаете Такого Композитора Наверняка Все знают Чеснокова Который Писал Очень много Духовной Музыки И в свое Время Больше Десяти лет Я пела В церковном Хоре И Именно Чеснокова Было Исполнять Удобнее Всего А почему Потому что Он написал Книгу Хор И управление Им Где Расписал Все диапазоны Голосов И в какой Тесситуре Какому голосу Надо писать И поэтому Это композитор Который писал Удобно Что касается Оперных Композиторов Я не могу Сказать Назвать Кого-то Одного Обычно Так Если я За что-то Берусь То я уже Заранее Влюбляюсь В это сочинение В этого Композитора Во все Что он делал Потому что Если я так Не делаю Я не смогу С полной Отдачей Через Несколько Месяцев Выйти на сцену И подарить Зрителям Те эмоции Которые я накопила За это время То что я Узнала Все знания Передать За те Мгновения Ну там Час-два На сцене Это мгновение По сравнению С количеством Подготовки Поэтому В любой материал Я погружаюсь Полностью И начинаю Его очень сильно Любить Иначе Это невозможно Вот Все зависит Если даже Что-то неудобно Вот когда Ты несколько месяцев Отпоешь каждый день Оно становится Удобно Советуйте Нашим слушателям Какое произведение После эфира Послушать С вашим участием Ну давайте Из свежего Во-первых У меня есть канал В ютубе На который Подписывайтесь Я буду очень рада Полина Шамаева И дальше Он выдаст вам канал Там очень много записей Я стараюсь писать Все свои выступления Чтобы публика Которая не может Присутствовать Могла хотя бы Удаленно Послушать Меня И познакомиться С моим творчеством Ну можете послушать Хабанеру С Владимиром Спиваковым Одна из последних записей Так скажем Коронная моя партия И как раз Любимая партия Кармен Да В Москве Просто сумасшедшая жизнь И огромное количество Мероприятий Конечно Хочется посетить Все И так вот Вчера был ваш концерт И еще был концерт Замечательный Александра Князева В галерее Нико И вот Успеваете ли вы Со своим графиком С семьей Еще ходить на концерты Своих коллег С друзей Я стараюсь Но Сейчас конечно Гораздо легче Посещать концерты Коллег И Драматические спектакли Что очень важно Потому что Именно там Я иногда Черпаю для себя Вдохновение В каких-то моментах Может быть Какое-то движение Какую-то эмоцию Потому что Если не ходить И не вдохновляться У других То можно быстро Стать пустым И тебе нечего будет Дарить и говорить Публике Поэтому постоянно Это Другие концерты Плюс Чтение книг Какая-то информация По эпохе То есть Художественные Картинные галереи Без этого Никак Постоянное наполнение Да Сказали книги Какую последнюю книгу Прочитали? Вы знаете Сейчас увлеклась Немножко Областью психологии Интересно разобраться Как устроен Человеческий мозг Почему мы думаем О том Или другом Как это Все взаимодействует Вот сейчас Увлеклась Книгами Курпатова А если бы пошли Вот было время Пошли на концерт Какой бы это был концерт Какой инструмент Или оркестр Если бы оркестр Наверное сейчас бы пошла На концерт Национального филармонического Оркестра Под управлением Спивакова Или очень бы хотела Чтобы Михаил Васильевич Летнев вернулся К нам обратно К нам обратно в Россию Да Так как у вас Ну вот вы долгое время Включают Включают много Современной музыки Как раз таки Много барочной музыки И это такая Интеллектуальная музыка Которая требует Особых усилий И за которую Не каждый вокалист Возьмется В силу того Что это требует Огромного количества Времени Для подготовки Поэтому Мне интересно Было концертное исполнение Потому что Там я могу Реализовать себя Так как я хочу Своё видение Свою подачу материалов Всё-таки Когда это опера Ты полностью Зависишь от режиссёра И от дирижёра Потому что У них своё мнение Ты не имеешь Права на своё мнение Настолько Насколько ты его имеешь В концертных исполнениях Интересно Можно совмещать Совмещать Потому что Если заниматься Чем-то одним Всё может надоесть Когда совмещаешь Такое разнообразие Не успевает Надоедать Ну вы кстати Часто исполняете Также и партии В реквиме Моцарта Выступаете в соборе Петра и Павла Да Это как раз Такие вот Контактно-аритериальные Жанры Которые я просто обожаю Потому что То количество лет Которые я пела в хоре Более 20 Бок-обок С товарищами Плечом к плечу Конечно Я отличный ансамблист И все это отмечают Поэтому для меня Очень важны Такие концерты Когда ты можешь Быть в ансамбле С коллегами Это очень важно И ценные Мне кажется Это то, ради чего Мы вообще занимаемся Этим Когда можно творить вместе Дышать в унисон И дарить радость Публике Насколько для вас Отличается исполнение В оперном театре В концертном зале И в соборе Для меня нет разницы Где я выступаю На какой площадке И какое количество Зрителей Приходит в зал Абсолютно нет разницы То есть подготовка Всегда колоссальная На 200% И это всегда Огромная ответственность Мой вопрос был Немножко о другом Вопрос акустики Вопрос самого места Ну конечно Удобнее всего Петь в соборе Потому что там Акустика тебе Помогает петь В оперном театре Петь немножко сложнее Непосредственно В новой опере Потому что Акустика более сложная Все-таки мягкие кресла Не поглощают звук А в плане залов Конечно Мой любимый зал Это большой зал Консерватории Я вот в последние дни Что-то про него Очень много думаю Безумно скучаю И надеюсь Что немножко раньше Чем ноябрь Там окажусь Когда уже есть Даты концерта Определённые В общем Очень хочется вернуться В полные залы Потому что Половина Это конечно Лучше чем ничего Но хочется Чтобы Поверьте Полина Это действительно Это действительно Лучше чем ничего Потому что Сейчас Рижане Которые нас слушают Они лишены всего Концерты вообще Не проводятся Единственное Что я сегодня узнала Что всё-таки Проводится служба В церквях И там можно послушать Орган Я как раз Призываю слушателей Пойти на службы И хоть немного Что-то послушать К сожалению Наша передача Подходит к концу У нас сегодня В гостях Была Метца Сопрано Солистка Московского театра Новая опера Полина Шамаева Благодарю вас Благодарю вас Полина За интересные беседы Желаю вам Больших творческих успехов И до новых встреч До свидания Елена Спасибо за приглашение До свидания Всего доброго До свидания Радио Болткома Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова